Я хотел бы поблагодарить организаторов, которые сумели организовать данную конференцию. Поскольку у меня мало времени, я постараюсь представить свое выступление в виде вопросов и ответов. И сделаю это кратко. Первый вопрос заключается в следующем. Зачем так важна борьба с ИГИЛ? Почему так важна для мусульман? Итак, какой ответ, с моей точки зрения? Потому что ислам очень важен для нас. Ислам – это реальность существующего мира. И очень важна роль ислама. А ИГИЛ разрушает хорошую репутацию ислама. Почему так трудно бороться с ИГИЛ? Потому что ИГИЛ прячется за священными понятиями и словами из ислама. ИГИЛ использует определенные оппортунистические термины, распространяет информацию, имеет поддержку правительства в регионе и за его пределами. И это очень важно для роста ДАИШ. Идеологическая поддержка ваххабизма очень важна, потому что она дает основу для деятельности ДАИШ в регионе. Пятая причина – необходимо приложить усилия для разрушения ИГИЛ, но необходимо также и оружие. Мы участвуем в психологической войне с ИГИЛ. Это не только война, которая ведется с помощью оружия. И для того, чтобы хорошо знать врага, мы должны хорошо понимать, что из себя представляет ИГИЛ. Каковы характеристики этого явления? Первое. Они полагаются на догматическое понимание основ ислама. В плане психологическом они представляют собой авантюристов. Для того, чтобы довести свои идеи, им необходима поддержка СМИ. Что же необходимо сделать нам всем? Я думаю, во-первых, сократить те финансовые обеспечения, финансовые связи, которые поддерживают действия этого государства ДАИШ. Они экспортируют нефть и другие продукты. Надо прекратить эти поставки. Дальше сократить появление в СМИ. Необходимо изолировать их от средств массовой информации. Потому что психологическое явление и характеристики ИГИЛ ДАИШа заключается в том, что они должны показывать себя всему миру и таким образом привлекать новых последователей в свои ряды. Необходимо сократить идеологическую поддержку ДАИШ. Но я думаю, что это будут первые шаги в данном направлении. Единственное лекарство от экстремизма – это расширять разумные рациональные подходы. Это необходимо бороться с дискриминацией, бороться с несправедливостью внутри мусульманского общества, ну и в других обществах также. Невежество, дискриминация – это необходимые условия, в которых процветает экстремизм. Экстремизм характерен не только для ислама. Во всем мире мы видим проявления экстремизма. И для всех этих проявлений необходимо существование несправедливости экстремизма. Тогда расширяются проявления экстремизма. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!